Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас я нахожусь на пятом этаже нашего огромного шестиярусного склада. Здесь у нас много оптики, ноускаты, замки зажигания, молдинги, также рули. Все это вы можете приобрести в компании «АвтоСтронг-М» с отличной ценой и быстрой доставкой. В наших закромах на втором этаже мы нашли очень некогда популярный мотор. Мотор, который просил наш подписчик в комментариях практически под каждым видео. Итак, встречаем X20XEV. Рядная четверка X20XEV – это первый мотор так называемого семейства 2, который маркетологи в процессе назвали «Экотек». Данный мотор создан на основе чугунного блока. В нем алюминиевая ГБЦ с 16 клапанами. Также в приводе ГРМ здесь зубчатый ремень. Этот двигатель снабжен системой рециркуляции отработавших газов. X20XEV – это абсолютно обычный гражданский двигатель, но на его основе был разработан 200-сильный турбированный двигатель. Поэтому нередко владельцы данных моторов превращают свой мотор из обычного двигателя в надувный двигатель. Но при этом после превращения остается от оригинального двигателя только блок и ГБЦ. Данный двигатель устанавливали на модели Opel, такие как Vectra AB, Calibra Omega B также на Astra F. И сегодня мы будем разбирать вот этот двигатель, снятый с Opel Omega B 1999 года выпуска. Датчики положения коленвала и распредвала со временем выходят из строя, но изначально они начинают барахлить. Датчик положения распредвала находится вот здесь, датчик коленвала вот здесь. Но на данном моторе их нет. Изначально фиксируются ошибки P0335 и P0340 для коленвала и распредвала соответственно. Из-за неисправности датчика положения коленвала двигатель может заглохнуть, либо же заводится после прокрутки стартером в течение нескольких секунд. А из-за датчика положения распредвала двигатель может работать с перебоями, то есть с потерей мощности. Данный мотор разукомплектован, но всю навеску мы, естественно, нашли на нашем огромном шестиярусном складе. Поехали! На двигателе X20XEV установлена дроссельная заслонка с тросовым приводом и датчиком ее положения. Данная заслонка простая, поэтому служит очень долго. Но случается, что датчик ее положения выходит из строя, тогда двигатель неадекватно реагирует на педаль акселератора. То есть реакции могут отсутствовать вообще либо быть очень медленными. Чаще всего в данной дроссельной заслонке хлопоты вызывает регулятор холостого хода. Здесь что клапана перемещает не шаговый электромотор, а соленоид. Так называемый регулятор моментного типа. Из-за подклинивания клапана регулятора холостого хода двигатель может глохнуть при отпускании педали газа. Также холостые обороты могут плавать, а также они могут держаться на низком либо же высоком уровне. В большинстве случаев помогает чистка клапана регулятора. Обходной канал и сам клапан загрязняется маслом и сажей, которые присутствуют во впускном коллекторе. Если впускной коллектор загрязняется маслом очень быстро, то есть в течение пару месяцев, то значит надо обратить внимание на систему вентиляции картерных газов. Также немало сажей и масла попадают в корпус клапана. Самые смелые владельцы развальцовывают клапан, прочищают его от сажей и масла, а потом ставят обратно. После такой процедуры клапан надо регулировать, то есть прижим клапана к сердечнику соленоида. Но зачем вам этим заниматься, если можно купить прекрасную заслонку с клапаном в «АвтоСтронг-М». Система зажигания данного двигателя Opel имеет одну катушку зажигания, которая соединена со свечами высоковольтными проводами. Катушка надежная, но с годами она начинает прошивать искрой на двигатель и двигатель тогда начинает нестабильно работать. Чтобы решить эту проблему, надо поменять катушку. Но зачастую владельцы меняют и свечи, и провода, но проблема не уходит. Если проблема не уходит, то меняем катушку. Также на проблему с катушкой или высоковольтными проводами указывает нестабильная работа двигателя в сырую погоду, либо же когда на катушку либо провода попадает влага. Засорение трубок системы вентиляции картерных газов может быть причиной нестабильной работы двигателя. Например, обороты холостого хода могут проседать кратковременно при отпускании педалей газа на автомобилях с МКПП. А на автомобилях с МКПП они могут кратковременно проседать при переключении на нейтраль либо на паркинг. Обычно всему виной вот эта трубка. Она засоряется, ее сечение уменьшается и тогда давление картерных газов увеличивается. Данную трубку можно почистить либо поменять на новую. Также отметим, что между вот этой трубкой и трубкой на клапанную крышку можно установить штатный маслоотделитель. Потому что на некоторых моторах он был, а на некоторых моторах его не было. Маслоотделитель представляет из себя пластиковую коробочку с металлической губкой внутри. Если дроссельная заслонка и клапан регулятор быстро загрязняются маслом и сажей, то маслоотделитель может помочь. При нормальном состоянии системы вентиляции картерных газов крышка маслозаливной горловины, открученная на холостых оборотах, должна немного подпрыгивать. То есть не присасываться и не улетать куда-то под напором картерных газов. Нередко двигатели X20XEV страдают от подсоса не учтенного расходомером воздуха. Причем владельцы двигателей Opel это замечают по моментальному расходу топлива на холостом ходу. Норма 0,9 литра в час. Если больше, значит в двигателе проблемы. В частности, это может быть подсос воздуха. Более точно на подсос воздуха указывают заниженные параметры расходомера воздуха. Норма для данного мотора 12 килограмм в час. Воздух во впуск, в обход впускного коллектора может попадать через поврежденные трубки вакуумные либо же трубки системы вентиляции картерных газов. Также через уплотнение форсунок, через клапанную крышку, а также через прокладку дроссельной заслонки. А еще через уплотнение легкосплавного впускного коллектора. Некоторые двигатели X20XEV оснащены заслонками во впускном коллекторе. Так как заслонки металлические и впускной коллектор тоже металлический, эти детали не ломаются. Но впускной коллектор изнутри может быть покрыт сажей. И тогда заслонки не достигают крайнего положения и звенят на высоких оборотах. Эта неприятность легко лечится. Коллектор чистится и все становится отлично. Зубчатый ремень ГРМ приводит два распредвала и помпу системы охлаждения. По регламенту данный ремень надо менять каждые 120 тысяч километров, но на практике владельцы его меняют каждые 60 тысяч километров вместе с роликами и помпой. Обрыв ремня ГРМ от перепробега либо низкого качества является самой частой причиной выхода данного двигателя из строя. Со стороны впускного коллектора находится разветвитель системы охлаждения. Со временем он трескается и течь может возникнуть в самый неподходящий момент. Поэтому лучше всего его менять превентивно, когда меняете антифриз. Форсунки на данном двигателе Opel имеют всего по два отверстия для распыления топлива. Ходят они прекрасно, но если с форсунками что-то случается, то двигатель плохо развивает скорость после 4000 оборотов и плохо заводится на горячую. При засорении форсунок их можно поменять на любые подходящие, в частности подходят от Волги. Форсунки также могут давать течь топливом, а также пропускать воздух по своим гнездам. Эти проблемы лечатся заменой уплотнительных колец. Говорят, что он настолько добр, что может растопить своей улыбкой любой засор в системе вентиляции картерных газов. Итак, встречаем новый член нашей команды, Виктор, и мы начинаем нашу разборочку. Подклинивающий клапан EGR на двигателях Opel X20 XEV является причиной нестабильной работы двигателя на холостых оборотах. А также причиной кратковременных провалов мощности при ускорении. Данный клапан служит отлично, но некоторые владельцы его глушат. Чтобы заглушить данный клапан, надо перекрыть подачу отработавших газов. Но сделав это, надо обязательно отшить клапан из ЭБУ, то есть залить в ЭБУ прошивку для работы двигателя без клапана EGR. Если этого не сделать, то расход топлива увеличится. В алюминиевой головке блока два распредвала, 16 клапанов и гидрокомпенсаторы присутствуют. Частенько при запуске данного двигателя на холодную, владельцы автомобилей Opel слышат цок от гидрокомпенсаторов. Обычно это говорит о недостаточном давлении смазки в ГБЦ. В этом случае надо срочно померить фактическое давление масла, потому что эти моторчики славятся износом маслонасоса. А теперь по состоянию. Мы не видим износа на кулачках и толкателях, но глядя вот в эти выпускные окна мы можем прогнозировать, что этот мотор ел масло ведрами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При больших пробегах двигатели X20XEV начинают дымить из выхлопной трубы после утреннего запуска. Это значит, что изношены и задубели маслосъемные колпачки. Для того чтобы устранить эту проблему, надо их просто поменять на новые. В данной ГБЦ мы видим много масляного нагара, что означает, что мотор ел много масла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напоминаем, что почти все двигатели, которые мы используем в наших разборках, не прошли строжайший контроль качества от компании «АвтоСтронг». Либо же залежались. Данный двигатель по ходу и залежался, и не прошел контроль качества. Поэтому мы его разбираем. Двигатель старый, блок чугунный, хона практически нет. Поверхности цилиндра затянуты ржавчиной и нагар на донышках поршней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На многих двигателях X20XEV пришлось заменить масляный насос. Масляный насос страхоидной конструкции надежен, ходит долго, но при больших пробегах встречается износ по крышкам его корпуса. При этом возникает большой зазор между ротором и корпусом. При этом появляется осевой люфт, который можно обнаружить при замене ремня ГРМ. И давление смазки снижается. Первым звоночком является загорание красной масленки после запуска двигателя, то есть первые секунды после запуска, а также стук гидрокомпенсаторов. Но стоит отметить, что даже при сильном износе маслонасоса и недостаточном давлении смазки вкладыши двигателя X20XEV сильно не страдают. В принципе, в нормальном состоянии находятся все пары трения, но медлить заменой маслонасоса не стоит, потому что может сильно пострадать двигатель. Вот такие поршни на старом двигателе 2.0 бензин, полноразмерные юбки, нормальный размер маслосъемного и компрессионных колец. Также здесь есть отверстие для отвода масла и маслофорсунки. Если говорить по состоянию, то у нас задранная шейка коленвала, соответственно, вот вкладыши. Вкладыши изношены, шейки коленвала изношены. Единственное, что износ коренных вкладышей в пределах допуска. Весь этот комплект у нас улетает на свалку. И коренные вкладыши, которые находятся в блоке, тоже не особо пострадали. Разборка закончена и сегодня мы разобрали действительно надежный мотор, которому 21 год. Даже изношенный маслонасос не способен его убить основательно. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».